Ну что, народ не работает, смотрит перископ. Всем привет! Привет, с собаки. Каждый день мне присылать. Видите? Сегодня что-то пробки такие. Все стоит, стоит и вообще не стоит. Куда они все едут? Ну ладно, я-то со съемок еду, а они-то все куда едут? Вообще не понимаю. Привет, привет. Праздники в Собаке. Что за праздник? Нет, это не кутузка, вообще садовое кольцо. Это совсем не кутузка. Что же вы не знаете страну, свой город родной? Кто здесь живет? Ой, такие люди маневры совершают передо мной, что просто вообще в шоке. Кто узнает, где это находится? Угольный театр. Видите? Да, очки Фенди обычные, я советую сюда не... Мне их не жалко, они у меня валяются везде. Царапаются. Другие очки какие-то там поприличнее. Я их берегу, потому что они царапаются. А эти я не берегу. Они у меня валяются в машине, где попала по всем машинам. Вот. Такие вот дела. Еду со съемок. Была на канале ТВ-центр. С праздником. Словакия, Чехия. Классно. Не, ну я в шубе. Холодно, на самом деле. Написано, что у меня в машине что-то 2 градуса тепла, но на самом деле очень-очень холодно. Я очень замерзла. Вчера я пошла в жилетки меховой. Так задубела. И так поняла, что надо все-таки одевать шубу. Сегодня я в шубе, и мне хорошо, потому что все-таки мне холодно. Ну, плюс 2, ну, такой ветер, знаете ли, прям с ног сдувающий. Я вроде тоже глянула вчера, вот, думаю, ой, плюс 2, думаю, плюсовая, одену-ка я жилетку. Оделая жилетку, как я замерзла, вообще ужас просто. А я всегда в очках хожу. Мне так удобно. Я даже зимой в очках хожу. Мне очень ярко. У меня очень чувствительные глаза. Я их постоянно капаю. Я ношу линзы. У меня зрение минус 2 почти. И у меня бывает частенько такое, что на свет, на ветер, на какие-то очень яркие тона. Глаза могут раздражаться быстрее. В очках вот мне комфортнее. Не знаю, бывает такое вот, чувствительные глаза и все. Как обычно сливают воду? Да, у меня плен девочек вообще воду не сливают. Зачем воду сливать? Я не знаю. Некоторые не сливают. Кто-то сливает, кто-то не сливает. Надо же по форме смотреть. Как воду сливать? Не пить за несколько там дней. А за сколько? Это все индивидуально. Так сложно говорить. Если человек сухой и маленький процент жира, зачем ему воду сливать? Если достаточно и так рельефный и мышцы разделяются. Главное это разделение мышц. Не надо, чтобы они секлись прям. Если человек очень худой и сухой, то зачем ему воду сливать? Воду сливать не надо. А есть девочки, которые там, ну скажем так, с большим процентом жира для соревнований. Им можно сливать. Но за другой стороны все равно жир не сольешь, если ты не досох. Ничего с этим не поделать. Ну, как правило, там ограничивают воду за день, за два. Не пьют. Ну, это дело привычки. На самом деле, я вообще не могу без очков ходить. И мне прям... Ну, я на каждый день вот эти достаточно светлые. Они прям серые такие, стекла светлые. Когда погода пасмурная, я светлые очки одеваю. А когда солнце, у меня есть прям черные-черные, темные-темные очки. Вот, тогда я одеваю их. Потому что, когда яркое солнце, все-таки что-то потемнеет. Кстати, если бы была полу-человек-сосиська, какую сторону ты выберешь? Я не поняла, какую сторону. Человек-сосиська какой-то. Вот у вас фантазия. Вы с утра курите что-то, что ли? Я не пойму. Человек-сосиська. Не, вы знаете, я была бы просто сосиськой, я сама бы себя съела. Просто сама себе откусила бы попой, если бы я была сосиськой. Человек-сосиська. Это интересно. Это вкусно, по крайней мере. Лучше быть человеком сосиськой, чем человеком как кашкой. Это сто процентов. Ты бы боялась человека вилку. Ну, стопудово, да. К людям, к сожалению, отношусь спокойно, нормально отношусь. Че, как к ним относиться? Ну, понимаете, тут дело такое. Если человеку комфортно, я могу сказать, что у меня есть знакомые люди, и клиенты были такие, которых вообще вот они явно с лишним весом по нормам. Но они очень кайфово себя чувствуют, и они чувствуют себя уверенно, сексуально, и хорошо себя ощущают в своем теле. Я считаю, что в этом ничего такого нет. Главное, чтобы здоровье было. Вот, поэтому, соответственно, что нужно об этом знать, скажем так? Если человеку хорошо, и он здоров, то пусть он будет таким, каким он себя ощущает в комфортном виде, весе, вообще по барабан. Есть худые девушки, страшные, злые, и... Ну, страшные не внешне, потому что внешность все-таки субъективное такое понятие, а, скажем так, злые и неприятные, вот, есть такие люди. А есть очень обаятельные, с лишним весом люди, и очень хорошо себя чувствующие. Я не знаю, как Настя. Настя занимается другим тренером, поэтому... Поэтому я не знаю, как у нее дела. Диета Дюкана. Я против диет. Очки покупала в Фенди. Магазин Фенди. Очки покупала в Фенди. Почему? Потому что... Очень простой ответ на этот вопрос. Потому что я и сама посоветовала выбрать другого тренера. Потому что Настя не может заниматься самостоятельно. Над ней надо стоять с плеткой. Я с плеткой ни над кем не стою. Я работаю с людьми, которые способны заниматься самостоятельно. Вот и все. Которые могут выжить из себя 120% без плетки, без надзора, без непосредственного физического участия тренера. Потому что я физически не тренирую. И тренировать не буду больше. Поэтому я не могу работать очным тренером в клубе. А ей нужно очные занятия. Поэтому мы приняли в жизни. И во-вторых, я свою команду не набираю. У меня есть несколько девчонок, которых я тренирую постоянно. Ну, они давно у меня достаточно в команде, которые уже выступают. Вот. Нет, ну я не могу сказать, что мы дружили. Мы скорее были просто хорошо знакомы. Настя ко мне ходила как клиент. Поэтому вот так вот. Вот. Что еще? Да, за рулем. Я веду без рук. Я задавила 10 бабушек и 5 кошек. Остановите меня кто-нибудь. Что-то там спрашивают. Энерзвидеек я не употребляю. Отношусь. Ну, не то, что негативно. Пофигу мне на это всем дело. Белки, жиры, ублеводы. Ужас какой. Вы живы? Машина девятка у меня вишневая. Девятка. Вас. Вот. Странно, странно. Почему они так опасно едут у меня? Отношусь к добавкам хорошо, если это добавки проверенное спортивное питание. Что значит хорошо работает? Если заменить пищу порошком, любым, стиральным, заменить, и вы будете тоже работать. Вы тоже будете худеть. Крахмал за такие деньги с сахаром покупать я не рекомендую. Надо посмотреть состав. Человек, который более-менее понимает, он поймет, что это такое и что это употреблять не нужно. Что-то там про кардио, ребят, пропустила. Какие-то люди опасные около моей машины маневра совершают, меня не напрягают. БЦА хорошая фирма. Да много БЦАшек хороших. Глютен из рациона. Если у вас непереносимость глютена, то да. Но если у вас все нормально с глютеном, то зачем? Если у вас нет реакции на глютен, я не вижу смысла исключать какие-то продукты. По сути, исключить глютен, исключить практически все каши. Ты кто, ты кто? Я конь в пальто меховом, в шиншилловом пальто. Стиве покупаю, заказывала на iHerb капли Sweet Drops, по-моему, называется. И капельки со вкусом шоколада, с кокосом. Вот у меня всякие разные капельки их. Но я редко ем, честно скажу, я не люблю подслащивать особо как-то так. Насчет фирмы БЦА. На самом деле, мне нравятся геоновские БЦАшки. Я их до сих пор ем, хотя у меня контракт с геоном кончился. Глаза, я просто стесняюсь, у меня нет одного глаза. На самом деле, очень страшно, поэтому я очки не снимаю. А что еще? Какие? Оновские БЦАшки. Ну, там с дозировкой надо смотреть, потому что они не очень, по-моему, концентрированы. Что качать? Просто, чтобы были кубки. Ну, надо помнить, что пресс такая же мышца. Если хотите сделать его более объемным, давайте более силовую нагрузку. Вот. А если вы хотите просто развить, скажем так, выносливость пресса и сделать его более сухим, например, то можно, скажем так, делать какие-то динамические движения без веса. А я не видела про кардио. Повторите, пожалуйста. Чуха во множественном числе. Чухуюшки, наверное, как-то так. Протеины какие хорошие. Протеины хорошие. Ну, честно говоря, я давно нектар пью хорошие. Потом масло мец с говядиной мне нравится. Офтим Нутришн тоже неплохие. По 5-7 грамм пью за раз. Сколько за рендш отдала? Да какой рендш? У меня нет такой. Я такой даже не знаю. Мне копить и копить. Вот. Копить и копить. Вы что? Как похудеть? Похудеть. Не хочу жрать. Не жрать. Манекю. Что такое НСК? Кардио на поддержание веса. Да все индивидуально. Минут 20-30. Больше не надо. Хай, Пэрис. Бонжух. Привет, Ростов. Наши с тобой вообще не можешь пустить. Нет. Пастут иногда могу позволить. Что ты там? Сколько кардио позволите? Господи, какая пробка. Вообще ничего нет. Где я вообще? Может это парковка, а не дорога вообще? Я не понимаю, что это. Может быть это парковка. На самом деле. Может я заехала на парковку и стоим. Без разницы дорожка это или какой-то другой тренажер. Самое главное, что у вас был пульс в правильной пульсовой зоне. Какую-то операцию. Вы сначала выучите, как слово пишется, операция. Мужчина у меня с кубиками. Мужчина у меня с кубиками. Что-то даже сложно сказать. Вот угораздило человека. Почему он не мог сломаться там, где нет пробки? Почему он сломался там, где вообще все стоит и он еще сломался? Все офигенно. Орбитек. Да не, бесполезно. Сначала восстановитель. Всем достаточно? Все. Хватит вам. Блин, ааа. Меня бесит парок. Тетенька сломалась. Встала посреди дороги и сломалась. И не может никуда ехать. Откуда я? Из Москвы. На самом деле жалко. Женщина с детишками и машина с машиной у нее что-то. Не авария. Просто не едет. Я представляю. Я один раз с ребенком в аварию попала. Но правда меня въехали. Просто чувак дистанцию не удержал. Сзади мне влетел в попу. Слеганца бампер помял. Я была с дочкой и мы пока ждали ГАИ. Это была целая история. Было так долго. И поэтому я этой женщиной не заведу. Дорога может? Я не знаю, дорога это может это парковка. Я не понимаю. Ноль километров в час. Ноль километров в час я поеду. Я уже на самом деле полностью тут стою. Долго стою уже. А что про Паулино. Паулино. Я просто могу вам сказать. Я могу сказать одно. Что бикини это очень субъективный вид соревнований. Поэтому то, что Паулино заняла первое место. Я думаю, что в бикини очень сложно судить по фотографиям. Потому что большую часть играет презентация все-таки. И у Паулино, конечно, нереальная презентация. Я просто видела, как позирует, например, Жанет Ли Янг. Хотя мне она безумно нравится. Она шикарная просто. Девушка, мне кажется, бикини. Для бикини она супер. Но как она позирует, позирует. Она, конечно, Паулино лучше позирует, например. Что еще? Паулино. Мне не нравятся туфли. У нее туфли как-то на три размера больше все время. Они как-то ей не подходят, на мой взгляд. Но презентация у нее классная. Что уже говорить. Энергетика. На самом деле это надо смотреть вживую. Я вживую Паулино не видела. Но видела других девушек. И видела... Опираясь на научные исследования. Я не знаю таких научных исследований. Я знаю исследования, в которые говорят, что они работают. Поэтому вот так вот. Много мнений насчет. Я бы, конечно, почитала. Если вы скажете мне, где почитать, мне интересно почитать. Кто-то пыхтит там. Что пыхтите? Непонятно. Да, они, кстати, очень похожи друг на друга по фигуре, на самом деле. Поэтому... Сложно сказать. Обе девушки красивые, стройные и хорошая форма. Всех видела в жизни. Арина молодец. Она всегда в форме, круглый год подтверждает. Я ее вижу и могу сказать, что... Ну и вообще очень приятная, очень приятная девушка, конечно. Молодцы они. Ничего сказать. Вот. Я считаю, что если бы Аринка выступала, она бы многим фор дала на соревнованиях. Да я уж снимала. Неохота мне снимать. Мне неудобно без очков. Потому что у меня очень чувствительные глаза. Ой. Ребята, нет края конца. Я даже не съехать никуда. Надо мост проехать, во что бы то ни стало. А там уже может быть съезжать. Да я не могу сказать, что она очень прям уж такая тоща. Вот видите, все стоит вообще. Маникюры я делаю в этом комплексе. Ничего не двигается. Неинтересно, у вас интеллекта кроме как на губки нету ни на что больше? Одни и те же вопросы. Это же невозможно. Одни и те же вопросы каждый день. Двадцать раз в день. Сорри, у меня жуткий насморк. Еще пока. Чемпионат России с 21 по 25 число будет. Ну откуда все эти низкоинтеллектуальные люди? Господи, как же вы с айфоном-то разобрались? Я не понять не могу там с таким интеллектом. В сухом виде, конечно. Какие-то очень странные. Какой-то колумбийский насморк. Да у меня насморк уже с Арнольда еще длится. У меня все клора не попадут. Да непонятно зачем. В магазине Фенди. Фенди. Магазин такой есть. Заходите и покупаете. Магазин Фенди. Очки. Без вреда для здоровья. Зависит от общей массы тела. Если у вас много лишней массы тела, вы будете интенсивнее терять вес. А если будет, скажем так, у вас небольшая масса тела сама по себе, то... Вы знаете, я, наверное, приду как гость, скорее всего. Но я пока не понимаю. Дело в том, что... Появилась информация, что не аккредитован турнир из BB. И сказали, что спортсмены, которые там будут, могут попасть под санкции в Федерации. Поэтому я не знаю. Просто приду, наверное. Посмотрю. Я пристегнута, ребят. Вообще всегда пристегнута. Вообще всегда пристегнута. Я пристегнута. И ребенок мой всегда пристегнут. И все, кто садится в машину ко мне, всегда пристегнуты. Не, не слышала. Это в какой сборной? Не слышала. Какой-то новый сказал. Наших спортсменов шмонают. Наших спортсменов шмонают. Ну что делать? О, ничего себе. О, футболистов-то я не удивляюсь. Этих-то я знаю. Футболистов-товарищей. Тусовщики еще те. Что, сами не знаете, что ли, что они тусовщики? Да, третий день подряд я выхожу. Третий день. День дебилов называется. Ну я не про всех сейчас обидится кто-то. Я говорю про какое-то большое количество людей, которые очень... Которые это самое... Которые пишут какую-то ересь просто. Психушки провели интернет, наверное, просто. Потому что очень странные вопросы пишут вообще. И просто третий день. У нас это у кого? У нас, у вас это у кого у нас? Мне просто интересно. У кого у нас однотипная внешность? У нас с кем? У меня кто-то еще здесь сидит или кто? Ну не смотрите. Внешность не нравится. Идите смотрите того, кто нравится. Вас же не привязали к стулу, не включили меня, не вставили в глаза распорки. И смотрите. Смотрите. Пробка продолжается, тем не менее. Я продвигаюсь. Девятка вишнева у меня. Пока не хочу детей. Хочу. Сотовое кольцо. Ну идите с Богом. У меня тенингованная девятка. Такая со спойлерами. С антенной большой. Вот. Такой. Чем выше антенна, тем круче. Грудь дородов. Да можно делать. В принципе. Я делала дородов. Ничего страшного. Не произошло. 150 грамм углеводов. А надо просто есть... Седан баклажан, да. Надо есть. Просто заставлять себя что делать. Я тоже много чего не могу. Ну, я где-то месяцев за 10 я скинула. А потом уже форма приходила, конечно, гораздо дольше. Потому что все-таки скинуть это пол-дела. А надо же еще, как говорится, себя и там подкачать в нужных местах. Это уже какой-то... уже дольше период. Кто руль просил? Вот руль. Пожалуйста. У меня модная девятка. У меня модная девятка. У меня модная девятка. У меня модная девятка. Ну да. Потому что все-таки для наиболее максимальной эффективности тренинг же должен на циклы какие-то разделяться. Вот у вас там цикл набора массы, например, или сброса веса. Вот. Потом... Очки, машина, губы. Ну что ж вы, губы и номер помады. Очки, машина, губы, номер помады. Может быть, сразу в трансляции писать? Номер помады такой-то. Машина такая-то. На губы то-то. То-то и то-то. Яша, привет. Яша, лава, привет. Яша, какая лава? О, господи. Очень смешно. Боже мой. Боже, никому привет не буду передавать. ППМ. 27 крест поставить. Ааа, господи, о чем вы говорите? Прикол. 27 крест только начинается. Вес. Дети есть, конечно же. Периодизировать. Ну, значит, просто сразу набор какой-то делайте. Ну, я чередую, когда мне есть возможность. Грудку они всегда, например. Нет у меня никакого не сада, что в этих. Нет, у нас нету такого. У нас просто сейчас соревнования, они не... Там нету выигрыша. Там... Там... Это самое... Как его? Зачет. Это соревнование зачетное. То есть, она либо зачет сдает, либо не сдает. Там баллы какие-то получает. Поэтому, соответственно, Самое главное пройти по баллам там. Правильно. Мы с тачкой надоели уже, реально. Все... Все рассмотрели мою машину? Нет, вообще не все рассмотрели. Все посмотрели. Ну, как сказать... Если бы это можно было назвать ездой, я еду 6 километров в час сейчас на данный момент. Как это можно назвать ездой? Раз в день точно пьем. Не, на метро не поеду, не хочу на метро, не люблю. Я много лет на метро не спускалась. У меня просто с собой куча спортивной одежды всегда. На съемки, на всякие разные тренировки, туда-сюда. У меня всегда очень много вещей, у меня очень много вещей. У меня всегда полный багажник. Я хочу больше машины, еще больше. Я жалею, что Vogue не купила. Хотела же Vogue, но потом мне показалось, что она слишком большая для меня. А сейчас я думаю, что мне нужен микроавтобус. Вот это идеально. Или какой-нибудь пикапчик, например. Пикапчик. Все на больших машинах. Ну что делать? Что делать? Я лучше постою в пробке, послушаю музычку. Я работаю в пробке. Сижу, общаюсь, пишу что-то иногда, читаю что-то, какие-то почты разгребаю. Еще что-то. Мне с чем заняться, на самом деле. Я работаю в пробках, спокойно абсолютно. Делаю какие-то звонки важные, поэтому вообще не парюсь. На балконе зимой не знаю. Ну что делать? Такое тоже бывает. Любимый цвет. Ну, я даже, мне сложно сказать, наверное, бирюзовый, какой-то розовый, такой пурпурный. Такие вот серенькие. Люблю. Кстати, люблю серый такой дымчатый цвет. Мне кажется, у меня голубой. Спасибо, кто мне говорит приятные слова. Всем большое спасибо. Ну, должны смотреть, конечно. Про перкрутейн ничего не могу сказать. Не пробовала, не пила, не ела. Соответственно, не могу давать оценку тому, что я не тестировала. Могу говорить только о том, что знаю. Я блокирую, но просто иногда лень мне. Я блокирую ее, конечно же. С ним бесполезно разговаривать. Это дети, которые там в школе на перемене сидят где-то. Интеллект пока еще глупый, интеллект не особо развит. Всякое бывает, что мы тоже, знаете, когда маленькие были, хулиганили. Хулиганили, когда маленькие были. Кто с балкона кидался яйцами и всякими другими предметами признаваться? Просто интернета тогда не было. Дети же, они же такие все. Хулиганить любят. С водой обливался, бросался я уже, не скажу. Я кидалась, честно скажу. Но я никогда не была подстрекателем, у меня были просто подружки-хулиганки. Я не заводила и вот никогда не была. Я так, на подпевке всегда. За детский поступок стыдно. Стыдно, а мне было 4 годика. Я утопила черепаху. Мне смучает совесть, короче. Вот. Я утопила черепаху. Я посмотрела передачу «Клубки на путешественников». Помните такую с этим? С Дроздовом была такая передача. И там показывали огромных морских черепах, которые полтора метра такие в огромной панцире. А у меня жила черепашка маленькая, ну простая. Я думаю, а почему у меня, короче, черепаха такая маленькая? По телеку показывают огромных. Почему она не растет? И тут до меня дошло, что я смотрела «Клубки на путешественников», и там черепахи, они, короче, плавают. Я подумала, видимо, моя такая маленькая, скукоженная, потому что она не плавает. Ей нужна вода. И я ее просто в какое-то ведро наполнила водой и выкинула эту бедную черепаху. Она, естественно, потонула, сразу нырнула. И я думаю, ну, наверное, она там ныряет. Плещется, короче. И оказывается, она утонула. Ну, я была маленькая, я не понимаю, не понимала, что делаю, но мне реально стыдно. Боже мой, бедное, живое существо. Видимо, поэтому я сейчас кормлю всех котов, всех собак в округе. Все собираю в пакетик, отдаю бездомным. Помогаю, как могу. 20 лягушек, как же марка. Буч для набора массы. Да не, ну зачем буч для массы? Буч обычно на сушке использует. Я уже поехала, ребят, поэтому уже не очень удобно везти машину. Ну и неправильно, потому что уже пробки нет. Поэтому, вот, всем хорошего дня. Я отключаюсь, потому что уже пробка закончилась. Дорога пустая. И можно чуть побыстрее поехать. Поэтому всем спасибо, кто был со мной в эфире. Вот, всем хорошего. Мужчины голодные, пусть сами себе пищу достают. Они же добытчики, вот пусть добывают. Вот. Поэтому всем спасибо, всем пока. Всем пока.